всем привет друзья сегодня хотел бы вам представить обзор обзор модели фоккебург 189 1 самолет разведчик стран оси вот наша коробочка красивый красочный бокс арт первое что мы видим очень приятно при покупке далее коробка из плотного картона тут у нас коробки пакет с ледниками инструкция и декаль начну обзор с декали декаль компания 7 печатать на новой бумаге проблема проблема с переводом декали данных уже нет сам пробовал поверьте это все отлично все супер декали отличные далее у нас будет продолжаем наш обзор инструкция выполнена в виде журнала формата а4 первая страница глянцевая все последующие матовые на первой странице у нас краткое описание самолета краткие характеристики и цвета используемые при краски я вам сейчас вижу покажу кто желает приобрести данную модель чтобы вы были готовы и знали какие цвета нужны для окраски данного самолета вот такие у нас цвета цвета у нас предоставлены в палитрах рэвел и томия далее раскрываем инструкцию первое что мы видим это у нас обзор ледников красным обозначается неиспользуемые детали при постройке данной модели сборку нам предлагают начать с кабины не данную модель вообще раму в принципе я уже собирал кто будет собирать знаете что модель супер стыкуемость отличная все детали сели на свои места без каких-либо подгонок вот мне очень понравилась данная модель единственное что я остекление маскировать конечно замучился тут очень много стекла шикнул ну что это самолет разведчик у него большое остекление и спереди и сзади но это того стоило потому что когда я снял все маски через эти маски было отлично видно все внутренности не через маски через это остекление отлично видно все внутренности кабины очень интересно модель мне очень понравилось это раму вообще будут у меня собрано еще не одна далее хотел бы обратить на ваше внимание что 7 делают некоторые детали подвижные поэтому вы четко соблюдаете инструкцию и при сборке у вас получится что многие детали будут подвижные такие как вот тут у нас закрыл тут тоже это очень классно не понравилось модели тут на сборка шасси шасси само колесо она состоит из двух половинок вот тут установка у нас получается уже мелкие детали бомб на модель готовая 3d модель тут у нас показана окраска верха ни нижней части самолета в нескольких вариантах и здесь у нас показаны два варианта нанесения получается дикали это первая у нас разведывательная эскадрилья венгрии лета 44 и у нас разведывательная эскадрилья венгрии также украина лета сорок третьего года вот такие у нас интересные а нет четверти вариант разведывательная эскадрилья болгарии лета сорок четвертого года вот такая у нас модель далее приступим к обзору литников на раму уже фирма микро дизайн выпускает фотоотравление то есть вы можете приобрести это фотоотравление там по моему кабина еще какие-то детали вот но смотрится с фотоотравлением тоже из без фотоотравления с фотоотравлением модель смотрится очень эффектно мне понравилось ну давайте начнем обзор скажем так с этой части вот так как я вам говорю что я уже собирал недавно модели похожую раму все детали они в принципе одинаковые то есть по сути что могу сказать при сборке проблем как я уже вам сказал никаких меня не возникло при окраске также при окраске тут получается расшивка сделано расшивка сделано очень хорошо то есть я наносил несколько слоев там камуфляж получается у меня был лаки расшивка залито не было то есть она хоть и маленькая но она очень хорошая и четко потом по этой расшивке прекрасно сделал смывку смывка была сделана на отлично тоже мне понравилось что везде она затекала растекалась во все части это очень хорошо ну далее к обзору модели этого нас каких-либо дефектов на модели нет следы толкателей находятся на внутренних частях деталей это очень хорошо далее следующий литник это у нас модели всего лишь два литника и один литник у нас прозрачными деталями далее у нас следующего литника это у нас задняя часть самолета хвост получается хвоста у нас тут два это рама вот ну так тут также все отлично мелкие детали пролиты на отлично без каких-либо дефектов это очень хорошо толкатель у нас уходится на внутренних частях модели тут у нас маленький получается но маска такие литнички вот на этой части это у нас пулеметы и детали пулеметов вот далее будет обзор литника прозрачного пластика компания 7 очень хорошая то есть когда вы это все замаскируете когда пока будет покрашена модель переплет фонаря у нас будет получиться окрашен когда в маске снимите через маски будет видно полностью все внутренности кабины поэтому кабину окрашивать и она будет смотреться очень хорошо на готовой модели вот и подошел к концу обзор модели поки вольф стран оси номер модели 72 294 модель различная покупайте собирайте будете довольны данной модели всем спасибо пока